Добрый день дорогие друзья, вы на телеканале ТОН-ТВ, программа тема дня, меня зовут Александр Вальдман. В Москву отправилась делегация армии обороны Израиля во главе с командующим ВС генерал-майором Амикамом Норкиным. Как сообщает пресс-служба ЦАЛя, визит связан с инцидентом, в ходе которого сирийские ПВО сбили российский самолет Ил-20. А с нами на связи по телефону научный сотрудник Института национальных исследований проблем безопасности Тель-Авивского университета, бывший посол Израиля в России и в Украине Цви Маген. Цви, рад вас приветствовать, добрый день. Добрый день. Цви, я еще позволю себе процитировать фрагмент из пресс-релиза нашей армии. Там сообщается, что израильские военные представят российским коллегам информацию, касающуюся всех аспектов инцидента, включая предварительную информацию, а также главные итоги расследования, проведенным ЦАЛом. Вопрос Цви у меня к вам. Вообще российскую сторону интересуют результаты нашего расследования, если уже буквально через, я условно говорю, через пять минут после того, как произошло, было громогласно заявлено, что во всем виноват Израиль, виноват евреи, которые подставили российский самолет. Я считаю, что российскую сторону нас не интересуют, но хотя бы по той причине, что она обладает полным объемом информации. Иначе было бы несерьезно. Они знали, что произошло в реальном времени, и после этого, и, соответственно, все, что было сказано потом Министерством обороны и так далее, и так далее. И с ней, естественно, не имеют ничего общего с реалией, но они предпочли выбор, который они сделали. А информацию, которую мы сейчас везут, она, да, имеет второстепенное значение сейчас. Но этот визит воспринимается позитивно, потому что его можно, соответственно, представить в каком-то смысле, что это вот приносит изменения, и идут там объясняться на поклон и так далее. Но они информации родные. Окей? Циви, скажите, пожалуйста, вот на ваш взгляд, что могло повлиять на то, что президент России Путин был, скажем так, более взвешен в своих оценках произошедшего, нежели его генералы в генштабе? Ну, это не просто генералы, это Министерство обороны, это министры и так далее. Есть несколько вариантов. Один из них, что у них, так сказать, противостояние, у них неполадки, у них различия во мнениях, у них борьба за влияние. Соответственно, Министерство обороны выбрал определенную линию, а Путин спустил их на тормозах, если можно так сказать, или разыгрывает, что тоже не исключено. Хотя я считаю, что действительно есть там больше шансов на противостояние между этими системами. И Министерство обороны тем неизвестно, что оно против ныне существующих реалий в Сирии и против того, против линии поведения Израиля. Поэтому это было достаточно естественно для них избрать это направление поведения. То есть, в народе их бы быстрее поняли, как я понимаю, скорее всего. Еще вопрос. Хорошо известно, что иранцы, согласие сирийцев, стали размещать свои, то что называется, логистические центры по снабжению Хизбаллы, по перевооружению Хизбаллы совсем рядом с российской военной базой Хмимим. Почему Россия, скажем так, на это смотрела сквозь пальцы? Они что, не понимали, чем это может грозить? Ну, зачем так далеко? Россия, в принципе, не препятствовала Израилю наводить порядок, условно говоря, конечно, по отношению структуры Ирана в Сирии. Поэтому, было ли это в районе Хмимим или в других районах, Израиль в течение всех этих трех лет очень аккуратно уничтожал эту инфраструктуру. И даже были озвучены цифры, чтобы за последние полтора года где-то в районе 200 с чем-то уже нападали ударов по иранским инфраструктурам. Так что, в этом контексте, или Россия не скрипела зубами, не могла припрятствовать, или была согласна на это поведение Израиля. В этом контексте Россия, вероятно всего, не слишком счастлива присутствием Ирана. Я не скажу вся Россия, потому что как раз в России есть разногласия между президентом и министерством обороны, которая, да, предпочитает, скажем, сотрудничать с Ираном, а система президента предпочитает, наверное, удалить Иран и самовластно владеть обстановкой в Сирии. Это непростой вопрос, на который нет однозначного ответа. Но есть, возможно, задавать такой вопрос. Да, он вместе. Да, еще один вопрос у меня. Вот, судя по публикациям, по крайней мере, переводы, которые публиковались на русском языке, то, что я видел, публикации сирийских, иранских СМИ, в том числе ливанских, там, как у меня сложилось впечатление, очень рады, что был сбит российский самолет, и не кем-нибудь, а Израилем. Скажите, пожалуйста, насколько велика вероятность того, что то, что Путин назвал цепью трагических случайностей, была все-таки заранее спланированной акцией Сирии, Ирана и Хизбаллы? Ой, это нереально. Нет у них ни возможностей, ни возможностей информационных и технологических военных, и не в готовности это такой акт провести, но, естественно, что они будут рады тому факту, что Россия с Израилем, в конце концов, могут, скажем, испортить отношения, и, ну, это, так сказать, наоборот, это как раз, если бы могли, они, конечно, бы это сделали, но я не считаю, что это возможно. Но тут они уже второстепенные игроки, сейчас в этом инциденте, вокруг этого инцидента, основной вопрос, для чего Россия разыгрывает этот кризис, и не потому, что не обладает информацией, потому что или там противостояние, или, вернее всего, весь интерес разработать или разыграть кризис, для того, чтобы потом использовать результаты, как рычаги давления на Израиль, и не только на Израиль, и в регионе, и вне региона. Вот, по-моему, оценка обстановки. Цвет, тогда еще один вопрос, позвольте вам задать. Тот факт, что доблестный сирийский расчет, уничтоживший российский самолет из системы С-200, взят под стражу не кем-нибудь, а российской военной полиции на территории Сирии. А о чем это говорит? Ну, ничего, ни о чем. Это дисциплина элементарного порядка. В конце концов, ни обо что они сбили российский самолет ввиду безголаверности, ввиду халатного поведения, ввиду хулиганского поведения, в конце концов, потому что так себя не ведут, так себя не ведут расчеты ПВО. Надо работать аккуратно, чего сирийцы не делают. Ну, таких, кто-то, я не знаю, что с ними сделать, но, в конце концов, с ними надо тоже рассчитаться, что и будет сделано. Цвист, спасибо огромное, что нашли время для этого интервью. Спасибо, всего самого доброго и до новых встреч. До свидания. Спасибо. До свидания. Спасибо. Спасибо и вам, друзья, что были с нами. Всего доброго. До новых встреч. Субтитры подогнал «Симон»